Водонапорная башня Водонапорная башня Водонапорная башня Состоит из резервуара для воды И опорной конструкции А вот кто знает, когда И где в России появились Первые исследуемые девайсы Оказывается, в далеком 1519 году В Пскове В ответ на это в Великобритании Образовалась рок-группа Впрочем, рок-музыканты на то время Были экзотикой По крайней мере, можно поставить лайк Если ты, друг мой, из Пскова 19 век Бурное строительство башенок По всей стране И прежде всего На железнодорожных станциях И депо С их помощью Снабжались водоремонтные мастерские И гидроколонки для паровозов Паровозам же нужно много воды И вот вся эта инфраструктура Придавала железным дорогам тех лет Неповторимую романтику и колорит К сожалению, уже к 60-м годам Прошлого века Башня начинает утрачивать Свои значения в связи с постепенным Переключением станции и депо На центральную систему водоснабжения Часто было, что башня Уже выведенная из эксплуатации Все еще продолжала стоять на привычном месте Постепенно разрушаясь А затем, спустя годы Ее просто сносили Например, на станции Горький Московский У известного всем 21-го пути Еще на нашей памяти А жаль Ведь многие из этих построек Особенно дореволюционных Являлись историческим наследием Поэтому то, что компания «Умная бумага» Выпускает такие сборные модели Да еще в правильном 87-м масштабе Может только радовать Без преувеличения из их продукции Можно построить вполне полноценный Железнодорожный макет Давайте соберем башенку И порадуемся вместе Погналы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы оставим ссылку на их сайт в описании Посмотрите, сколько там всего еще интересного и недорогого И не только архитектура, но и подвижной состав разных эпох и многое, многое другое Водонапорная башня Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начинается все остальное Потому что предметы появляются тогда, когда становятся известны их названия И происходящееся окном сразу приобретает смысл Так начинается рассказ Виктора Пелевина, который называется «Водонапорная башня» Надо же, известный мистик, в активе которого много интересных произведений А вот поди ж ты, целый рассказ написал по теме ролика Не иначе, как он тоже вдохновлялся изделиями от умной бумаги Может вообще отдельный фильмец снять про водонапорные башни? Напишите, пожалуйста, как вам такая идея? А мы скажем большое спасибо всем, кто досмотрел эту ленту до конца Джентльмен, разумеется, подписан на канал и уже ставит лайк А может, дисс Подписывайтесь на нашу группу в ВК и инсту И на стримы заходите Всем спасибо за просмотр Всем удачи и до новых видео Субтитры сделал DimaTorzok